Друзья, я вас снова приветствую. Опять я набрасываю какое-то интервью из машины, опять я не пристегнут, как многие отмечают. Снял бейсболку и поменял майку на более патриотичную, это майка нашего клуба. Сегодня я хотел бы обратить внимание на некоторые детали поединка Александра Усик-Мурат Гасиев, которые сильно бросились мне в глаза. Во-первых, очень интересное отношение российской стороны. Вы видели бой Федора Чудинова, мягко говоря, неоднозначная победа. Многие остро подметили, что он потерпел победу. Интересное мнение, в принципе официальной части российской страны, в частности президента Федерации бокса Умара Кремлева, который очень своеобразно прокомментировал официальным журналистам ход ведения этого поединка. Сказал, что Мурат Гасиев активно ведет по очкам и есть вероятность нокаута. Глава Федерации бокса Российской Федерации Умар Назарш Кремлев. Умар Назарш, прокомментируйте, пожалуйста, бой Гасиев-Усик. Бой идет отлично, практически ровно, но ведет Мурат. Есть подозрение, что может быть. Во второй составляющей мы не сомневались, но то, что он вел по очкам где-то к 7-8 раунду, это, конечно, довольно-таки спорно. Теперь то, что касается Александра Усика, я нашел интересную фотографию в интернете. Данная фотография полностью отображает весь ход поединка и с точки зрения тактики, и с точки зрения стратегии. Высокий левша первым номером заходит за переднюю ногу оппонента. Соответственно, Мурат Гасиев, как вы видите, на полной стопе. Да, жесткий удар, но это лишает его части движения. И кто бы что мне не говорил, но вот эта манера, работая на носочках, даже в этом весе она приносит свои плоды. Вспомните знаменитого тренера братьев Кличко Эммануэля Стюарта, который говорил, что профессиональный бокс, несмотря на то, что являлся высочайшего класса тренером профессиональных боксеров, он говорил, что профессиональный бокс это, ну, довольно-таки посредственный, по его мнению, вид спорта, а вот любительский бокс, где нужно постоянно перестраиваться под соперника, постоянно выбирать новую тактику, это достаточно высокий класс. Я, в принципе, во многом с ним согласен, потому что в любителях за три раунда нужно очень быстро не только адаптироваться, но и попытаться реализовать свои какие-то преимущества, что, ну, непросто, как минимум. Теперь, то, что касается матча-реванша, я думаю, что смысла об этом говорить нет между Александром Усиком и Муратом Гасиевым, потому что целесообразности в этом мероприятии, в принципе, нет. Класс боксеров разный, и повторная встреча, она, в общем-то, уже ни к чему не приведет. Александр говорил о возможности встречи с другим боксером, с англичанином, Тони Беллию, который довольно-таки уверенно выиграл Дэвида Хэя. Это немножко уже другой вес, в принципе, куда Александр и планировал переходить. Я думаю, что его данные полностью позволяют это сделать. Насколько это будет конкурентным бой, ну, как всегда покажет ринг, я думаю, что у Александра есть все шансы на победу в этом поединке. И победа над Хэем в стране Тони Беллию была, да, неплохой, но Хэй уже давно не является топовым боксером, поэтому это скорее личность такого пиар-масштаба. Много было разговоров на Украине о том, чтобы присвоить звание Героя Украины Александру Усику, но эти награды, я думаю, больше носят такой некий политический окрас. Но я думаю, что внутри государства они с этим по большому счету самостоятельно разберутся. На какие детали я бы еще хотел обратить внимание? После этого боя Александр Усик находится на четвертом месте рейтинга по Out-to-Pound, но по версии пока акцентетного журнала The Ink. Поэтому здесь тоже это закономерный результат этого поединка. То, что касается Мурата Гассиева, да, наверное, нужно менять команду однозначно тренера. Геннадий Головки немножко в другом находится в состоянии, у него колоссальная любительская карьера. И здесь, в общем-то, Абель Санчес его склеил как профессионала. Для Мурата, конечно, нужен немножко другой бокс, хотя уже перестроить из той манеры, скажем так, панчера, его будет довольно-таки сложно. Как будет развиваться его карьера? Предположить сложно, но вот этот бой, я думаю, даст, с одной стороны, для него сильную мотивацию для развития, с другой стороны, все-таки заставит задуматься над выбором тактики и стратегии подхода. Таким образом, друзья, все внимание к деталям. Подписывайтесь на наш канал, комментируйте. Нам интересна обратная связь, ваше мнение. Будем дальше делать для вас интересные обзоры. Вот сегодняшний обзор, наверное, вызван неординарными заявлениями и официальных представителей Федерации бокса России. Вот хотел обратить ваше мнение на вот эти интересные моменты. Всем удачи, встретимся в зале. Счастливо! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!